здравствуйте с вами александр три недели я не был на этом пруду с того момента когда я посадил здесь лотосы вот прошло эти три недели пролетело я решил наведать своих друзей и посмотреть как они живут как они тут прижились как обустроились на новом месте сейчас и посмотрим так 1 я тут сажал мило подойдем посмотрим смотрим смотрим ага один листик вижу вот он в воде как пока его вес он тогда он пересох только вот серединка осталась не пересушенная на вот осталась живая лист пересох хотя ехал дороге там на не больше двух часов вот торчит из воды две былки 3 это тоже листья ну тут неизвестно живы ли они нет на то что вот этот лист и стебель его зеленый меня уже очень радует сейчас посмотрим тут я парочку сажал и парочку или троечку здесь с этой стороны уровень воды немножко упал ой красота вижу 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 вот он один лист вот он без лотоса вот он 2 лис лотоса и вот он маленький 3 тоже скоро вылезет наружу я очень рад что они прижились что их никто за это время не выдернул никакой вот как вот на лодках периодически дать рыбаки плавают никто их не зацепил я очень рад что на этом пруду теперь будет жить такие замечательные растения и представляете весь этот пруд будет по берегам конечно же розовом цвету и запах аромат обалденный я нюхал бутон представляю как будет в жару пахнуть вот такой весь целый прудик он тут достаточно глубокий поэтому растение растут только по краям какая красота три недели назад когда я занимался этим делом спустя часик-другой супруга обрадовала меня позвонив и сообщив что я стал отцом так что тоже это один из подарков дочери то есть нашим детям что мы оставим после себя машину которая сгниет дом конечно получше но который тоже может развалиться или вот такое следу обитания которые приятно жить радостно и даже не слов таких нету подобрать вот лишний раз подумайте что оставить своим детям конечно дам уж машины дома и меркантильные эти все части кто-то больше к этому склоняться будет ну а я склоняюсь именно к окружающей среде природе к изобилию к разнообразию чтобы было интересно жить в удовольствие красочно чтобы не было у них этих пустынь у наших предков было изобилие нам меньше осталось улача с какой-то забили на своим детям и внукам мужей меньше достается и в наших силах наших руках изменить эту ситуацию помнишь и все поговорку там посадил дерево построил дом вырастил сына но это все усеченное что значит одно дерево хотя опять же да если бы у нас он по данным 146 миллионов до каждого по дереву ну там учтем стариков детей да даже 100 миллионов деревьев это очень неплохая цифра была бы но насажают не 100 миллионов вот эти несчастные проценты контуженных типа меня и вас тоже смотрящих это видео которые тоже неравнодушны к растениям которые также любят всей душой и сердцем и которые также хотят чтобы вся эта красота была кругом и всюду не где-то там в этих зоопарках вегетариях или где-то чего-то в маленьком компактном ограниченном пространстве нет это тысячи километров тысяч квадратных километров вот это моя цель мечта интересно будет правда спустя десятки лет увидеть этот ролик свои мечты и что будет спустя это время ну ладно болтать я могу долго и упорно всем всего доброго счастья здоровья сажайте растения приумножайте изобилие кругом жизнь разнообразие и все у вас и у ваших близких и знакомых вообще всего окружающего вас мира все будет хорошо мир вашему дому всего доброго пока пока